В эфире Токмама Аня и Чихуахуа Софи и Эйвон. Мам, иди сюда, кое-что покажу. Смотри, как круто. Нашла бутик Собачья жизнь. Прямо местечко для собак, модников и модниц, таких как я, Эйвон. Можно найти такие вещи, которых вообще нигде нет. Мам? Что? Ну, в общем, косметика для шерсти, населения для носа и лап, инструменты для прикольных стрижек, мега шикарные лежанки, обувь, переноски, а еще куча всего классного, брендового. Мам? Софи, мы тебе обязательно тоже что-нибудь купим. Класс вообще. Кстати, а те, кто тоже фанатеет, как мы, по всяким таким штукам для собак, можете зайти на сайт, ссылку я оставлю в описании к видео, и чего-нибудь там себе прикупить. Класс. А я себе колесочку прикуплю. Доброе утро, Софийцы. С вами Аня, Чихуахуа Софи и Эйвон. И сегодня пятый день влогов, и мы только что проснулись, и будем снимать сегодня домашний влог, как вы и просили, так что добро пожаловать в нашу жизнь. Так лень вставать. Что? Ой, мам, прям с утра с самого... Чего вы болтаете? Да идти поспать. Пойдемте. Гулять. Пойдемте. Ура, 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 пошли. Вот, что мы видим утром за окном. Первым делом, первым делом мы идем гулять. Да, пошли уже. Пошли. Мам, ну ты не снимай. Первым делом мы идем гулять и смотреть на море. Сегодня опять ветрено, и мы опять не покупаемся, потому что вода мутная, и сильные волны. Мы так хотели вам показать, как мы купаемся, но обязательно в другой раз мы вам покажем. Пойдем, 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 пойдем. Тято, кто тут ходит в крови? Кто тут есть, как и трава? Первый раз с утра мы гуляем недолго, чтобы просто сходить в туалет. Иван рычит, не хочет отдавать. Еще Софи очень часто делает, чтобы Иван не забрал на нее игрушку, бежит пить воду вместе со своей игрушкой. Очень часто ранее ее туда постирать, но сейчас она вот так ее положила. Это чтобы пока она пьет воду, Иван ее не забрал, не украл на нее косточку. Сейчас Софи помоет лапу в этой воде, потом ее придется менять. Я сейчас почищу зубы, и мы пойдем делать кое-что. Вчера, кто смотрел наш лоб, в кефир пангане, мы купили творога, и я решила сегодня сама сделать с утра на завтрак сырники. Сахар в Таиланде мы едим коричневый, поэтому в сырниках сейчас вы видите коричневый сахар. В принципе, я выбрала самый простой рецепт, это творог замешать с мукой, сахаром и яйцом. Сейчас я все это смешаю, немножко соли, и будем жарить сырники. Мам, смотри, я Дэвид Блэйн, сейчас на стуле появится сырник. Раз, два, три, появись сырник. Ну подожди, сейчас заминка волшебная, сейчас подожди. Давай, давай, жду. Сырник, появись. Черт, появись сырник. Сырник, появись. Появись. Появись сырник. Сырник, появись. Ну что такое, где он? Что-то не получается, мам. Ну вот, ну мам, обычно он появляется. Верю, верю, Софи. Сейчас я замешаю это тесто, и попозже вам покажу, что получается. Из получившейся смеси я скатала шарики, обваляла их немножко муки, и получились вот такие вот штучки. Включаем плиту. Ну, я использую для готовки кокосовое масло, стопроцентное органическое масло. Оно такое прозрачное, как вода. Нальем масло. Достаточно, чтобы масло было, чтобы сырники не прилипали, и нужно его разогреть. Когда видно, что масло уже достаточно разогрето, кладем шарик масла и прижимаем его по форме сырника. Вот такие получились сырнички. Я делаю сырники в первый раз, поэтому это первый опыт, посмотрим, вкусно это или нет. Дети тоже сейчас будут кушать. У нас с Хуахином остался какой-то вот сухой корм. Последний раз мы его едим. И потом, скорее всего, переходим на раздача. И Васик. Ням-ням. Мам, ты иди тоже кушай. И мам, все что-то кушай, да. Пусть это уже доел, что ли? Ням. Доброе утро. Все, мы позавтракали. На десерт мы получили немножко сырничка. Корм этот у нас кончился сухой. Ой, давай пострижемся уже, мам. Да. Что будем делать? Пострижемся, говорю. В общем, здесь, потому что мы постоянно гуляем по траве, на мои прекрасные папильонские волосы, постоянно прилипают какие-то колючки, какие-то травки, семена. Поэтому я решила постричься и отстричь свои волосы. Вот так. Надоело. Вот. Так что сейчас будем меня стричь. Остричь будем мы, главное, это уши. Пройдемся немного по телу, подстрижем лапки и попу и все остальное. Вот, кстати, это и есть гигиеническая стрижка, которая делается в первую очередь для удобства и гигиены. Ну и, конечно же, для красоты тоже. Про эту самую стрижку в домашних условиях я недавно выпускала полезное видео. Так что, кто не знает, что такое гигиеническая стрижка, идите и посмотрите это видео. А мы пока пострижемся. Кто такой красивый? Кто такой красивый? Вот такая ядко снова красивая. Кто? Кто постриженный? А вы уже сделали себе розовые веревочки и вступили в наше племя софийцев? Кстати, пишите в комментарии, о чем бы вы хотели еще увидеть видео. Время игры, Иван! Ну, софи! Ну, софи красивый стал! Клевая у меня новострижка, да? А теперь музыкальная минутка от мамы! Катя в цветочек, платье, ботинки на шнурках. Как-то внезапно Катя потеряла свою свободу. Ба-ба-ба! В лифте на работе Катя увидела его в обед. И сразу стало все понятно. А я играю с игрушкой, Иван. А у меня есть игрушка, такая мороженка. А я сейчас ее буду грызть. И что? Ну вот, ты опять занудничаешь, да, Иван? Ты не видишь, я медитирую, софи. Ммм, ом, ом. Ом-ном-ном-ном-ном-ном. Ладно, дай-ка я проверю твою энергетику. Софи. Ну ладно, я вот тут снизу только проверю. В морду я снизу не буду. Ой, да ну ерунда какая-то. Медитирует он. Ой, Иван, ты такой зануда. Все, я ухожу в астрал. На самом деле он просто камера боится, вот и все. Я в астрале, я не слышу. А у меня есть игрушка, давай лучше поиграем. Ах, как весело мне играть вдвоем с моей игрушкой. Что? О, я не боюсь камеры почти. Э, я почти не боюсь камеры. Как нам весело вдвоем с моей игрушкой. Я грызу ее совсем одна, она молчит. Смотри вот, я не боюсь камеры, софи. Да ладно. Просто надо не смотреть на нее. Смотри, софи, я могу смотреть в камеру. Может это тебе твоя медитация помогла? Я же говорю астрал. Да, астрал, да, молодец, братик. Ты мне не веришь? Верю, верю. Спасибо большое за внимание, дорогие наши софийцы. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы ВКонтакте, в наш Инстаграм, вступайте в наше племя софийцев. И будет вам счастье! Пока! Пока!